С помощью Аллаха продолжим разбор книги Имама Ан-Науи, 40 хадисов, и, как мы уже говорили, будем читать шарх, толкование такого замечательного ученого, который жил в 8 веке по хиджри, то есть больше 600 лет назад, Ибн Роджаб Аль-Ханбали, его книга «Джаммюль Улюм Вальхикам». Кстати, на русском языке я видел именно та книга, которую мы с вами читаем, ее недавно перевели на русский язык. То есть, если поищете, наверняка найдете «Джаммюль Улюм Вальхикам Ибн Роджаб Аль-Ханбали». Есть основная версия этой книги, то есть полная, но там есть много моментов, которые, наверное, были бы полезны только требующим знаниям. И поэтому один из современных ученых, он решил ее сократить, чтобы можно было преподавать ее в мечетях, то есть на таких уроках, как у нас, то есть для людей, которые разные науки шариатские не изучали и арабский язык не знают. То есть такая сокращенная версия, которую мы с вами читаем, она была перейдена на русский язык, и ее советовал шейх Абдул-Азиз Ат-Тарифи. То есть эта книга, которую мы с вами читаем, ее очень рекомендовал шейх Абдул-Азиз Ат-Тарифи. Хотя он сам, он говорит, я не люблю сокращенные версии книг, но вот именно это ему очень понравилось, и он ее рекомендовал. Поэтому наш выбор пал именно на это толкование, или это одна из причин, по которой мы выбрали именно это толкование «40 хадисов имама Ан-Науи». Хадисы имама Ан-Науи, как мы уже говорили, но повторение, как говорится, мать учения, необходимо, чтобы это люди понимали. «40 хадисов имама Ан-Науи» — это та книга, с которой вообще многие ученые рекомендуют, чтобы начинали требующие знания, или ищущие знания, как более правильный перевод будет, Туаль-Буляль, чтобы начинали изучение знаний шариатских именно с этой книги, чтобы заучили ее и отдали ей должное, чтобы это было таким крепким фундаментом. Такой советуют ученые для ищущих знания. Почему? Потому что хадисы, которые собрал имам Ан-Науи, имам Ан-Науи, как мы знаем, почти 800 лет назад жил, в 676 году по хиджи умер, и с тех пор, да уже сколько времени эта книга, она приносит пользу исламу мусульманам. Его целью было поставить или составить эту книгу из таких хадисов, которые бы являлись основными в нашей религии, то есть чтобы у мусульманина, такой как фундамент, сформировался его шариатских знаний. То есть можно изучать разные вопросы, да, можно всю жизнь посвятить какому-то вопросу, который второстепенный, да, но есть такие вопросы, есть такие хадисы в нашей религии, которые самые основные. И вот книга, которую мы с вами изучаем, она посвящена была именно таким вопросам фундаментальным, да, не стоит ей пренебрегать. Постоянно люди слышат 40 хадисов Маман-Науи, 40 хадисов Маман-Науи, и уже как-то неинтересно становится. Нет, на самом деле любой мусульманин должен отдать этой книге должное. И как я уже говорил, старайтесь с каждого хадиса выписать основную тему и поставить для себя задачу лучше изучить эту тему и лучше начать ее соблюдать, практиковать. И через год оглянемся назад, вот хадис, например, про гостеприимство, которое мы будем с вами проходить, да, то, что мусульманин, он обязан быть гостеприимным, это часть, важная часть нашей религии. И вот год пройдет, посмотрите, как вы изменились в этом вопросе, более ли гостеприимными стали или нет. Если нет, то значит у вас прогресса нет, вы лучше не становитесь. Если да, то, аль-хамду-ля, это были полезными знаниями. То же самое помощь мусульманинам, да, как пророк Салиллаху Салим сказал, что Всевышний Аллах помогает своему рабу, пока он помогает своему брату мусульманину. Вот то же самое, одна из задач для человека, который на самом деле искренне хочет меняться в лучшую сторону, ради Аллаха он хочет изменить свой нрав, измениться своим поведением, он должен для себя поставить задачу больше помогать своим братьям и сестрам по исламу. И как мы уже неоднократно говорили, кто с нами в предыдущие уроки проходил, мусульманин не должен говорить, я такой, какой я есть, у меня такой характер, принимайте меня таким, какой я есть и так далее. Ученые говорят, что эти слова, это слова из джагилии, джагилии слова. Настоящий мусульманин, он работает над собой, он свой нрав хочет исправить. И как можно не стремиться к тому, чтобы исправить свой нрав, если пророк Салиллаху Алигию Васалиллах передается в хадисе, который мы с вами тоже будем разбирать, иншаллах. Он сказал своим сподвижникам, не рассказать ли мне вам о том, кто наиболее любим для Всевышнего Аллаха и кто будет ближе всех ко мне в судный день? Они сказали, да, о посланник Аллаха, расскажи. Он сказал, это те, кто лучшие из вас своим нравом, у кого наилучший нрав. Ислам – это не только какие-то теоретические знания, это также и благой нрав и хорошие взаимоотношения с окружающими тебя мусульманами. Пусть Аллах спонтанно нас исправит и дарует нам полезные знания. Когда у человека нету знаний шариатских, и он попадает в какую-то ситуацию, у него вот этот пробел, где должны были быть шариатские знания, знания сунны посланника Аллаха, у него этот пробел заполняется джагилией. Человек, например, попадает в какую-то ситуацию, на дороге где-то его подрезали или еще что-то у него произошло подобное. Первое, что мусульманин, богобоязненный мусульманин должен, какой вопрос он должен сам себе задать, как бы на этом месте, в этой ситуации повел себя посланник Аллаха, ведь он для нас является наилучшим примером, он тот, на кого мы хотим быть похожи, над чем должны работать. Как я поступлю в этой ситуации? Вот первый вопрос, а как бы пророк поступил в этой ситуации? И зачастую, если у мусульманина нет знаний о том, как бы поступил в этой ситуации посланник Аллаха, то этот пробел у него заполняется его джагилии, теми законами джунглей, которые распространились в наших городах и странах, когда исчезли шариатские знания, когда исчезли законы шариата. Вот эти какие-то непонятные понятия, традиции, которые противоречат исламу, мы должны их в себе искоренять. И вот таким образом работать над собой. Прошу Аллаха, чтобы у нас все это получилось, чтобы на самом деле мы были искренними мусульманами, которые работают над собой, ища тем самым довольства Всевышнего Аллаха. Хадис, который мы будем с вами сегодня проходить, наверняка многие уже слышали этот хадис. Это хадис Амрабню Хаттаба, который передал имам Муслим, то есть достоверный хадис. Хадис, который звучит так, прочитаем его на арабском, в том-то ревюду, иншалам на русском. Бейнамо нынхи над Расулом Иллайхи саляма, Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 было адресе что такой ислам что такое иман все такое их сам все это была названа что такое ислам сегодня мы поговорим о том что такое ислам что такое иман и что такое и сам это шало 3 этих термина мы с爱 с помощью аллах разберем вот первое что начинается объяснять ибну родчик Что касается ислама. Вот здесь, в этом хадисе, насчет ислама такие примеры приводит. Приводит пророк, саллиллаху, или объясняет его делами, которые человек совершает своими органами, то есть своим телом. То есть ислам в данном случае разъяснен, был пророком, саллиллаху, как какие-то дела. Дела языка, то есть произнесение шагады, это тоже дело, но дело, которое выполняется языком человека. То есть ученые тоже это относят к делам. Или делами органов тела, такие как, например, вот здесь было, что сказано, выстаивание намаза, выплата заката, пост месяц Рамадан, хадж, для того, кто может это сделать. То есть пять столпов ислама. Пять столпов ислама, вот в данном случае это были дела, либо языком, либо органами тела. Сейчас я объясню, к чему мы это говорим, почему мы заострили внимание, что это именно дела здесь, а не какие-то убеждения, например. И вот эти дела, которые выполняет человек своим телом, их можно поделить на две части, которые просто выполняются, то есть человеком прилагая усилия с телом, как, например, выстаивание намаза, пост. А также есть дела, которые выполняются человеком не его органами тела, а через имущество, да, то есть он выплачивает свое имущество. Как что, например, как закат. Вот закат здесь – это дело, которое человек совершает, опираясь на свое имущество, да, или выделяет что-то из своего имущества. Или, например, такие дела, которые состоят и из дел, да, то есть человек трудится своим телом, какую-то работу совершает, органами тела, и дополнение он также тратит свои деньги, свое имущество, как, например, хадж для того человека, который живет далеко от Мекки. Да, ему приходится не только совершать своим телом, органами тела какие-то обряды поклонения, будучи в хадже, но и также расходовать из своего имущества. И вот здесь, говорит, были упомянуты в этом хадисе основы, основные дела ислама, как мы говорим, столпы ислама. Вот пять столпов ислама, шагада, намаз, пост, закат, хадж. Вот здесь они тоже были упомянуты, говорит, но об этом будет отдельный хадис, то есть отдельный хадис, который имам Ан-Науви тоже включил в свой сборник 40 хадисов. Это хадис «Ислам построен на пяти». То есть вот есть пять столпов ислама, на счету отдельный хадис, поэтому там мы поговорим об этих столпах поподробнее. Что касается имана, вот первое, мы сказали, это ислам, и ислам в данном хадисе был разъяснен как дела. Что касается имана, то пророк, саллиллаху али-гива саллим, объяснил ее в этом хадисе как какие-то убеждения. То есть ислам в данном случае был объяснен как дела. А что касается имана, веры, то здесь было это объяснено как какие-то убеждения. То есть не дела, тело, а то, что с сердцем связано, убеждения, внутренние убеждения. Чтобы ты веровал в Аллаха, в его ангелов, в его писания, в его посланников, в судный день, то, что ты будешь воскрешен после смерти. И также в предопределении хорошее и плохое. То есть некоторые древние люди, они считали, что хорошее это от Аллаха, а есть еще силы тьмы и так далее. Такие убеждения мусульманину не свойственны. Столб имана, чтобы человек верил в предопределение, в хорошее и плохое. Хорошее и плохое имеется в виду, что все это от Аллаха. Аллах все это предопределил. Но также, как мы знаем, что все беды, которые нас постигают, это от того, что мы сами наделали. От тех грехов, которые мы совершали, потом Аллах спонтанно насылает на нас разные беды. То есть все это Аллах предопределил, но все-таки у человека есть выбор. И если он будет совершать грехи, то он должен знать, что Всевышний Аллах сказал в Коране, что все, что нас постигает, это только от деяния наших рук. То есть самый короткий путь к счастью в обоих мирах, и в Дунии, и в Ахара, это оставить грехи. Почему? Потому что все беды, которые нас постигают, это из-за нас самих, как сказано в Айазе. Вот в этом мы верим, такие убеждения имеем. И опираясь на эти убеждения, должны выстраивать план тех действий, которые мы будем совершать. Хотим, чтобы нас разные беды касались по жизни, вот грешим, можем грешить. Если не хотим, должны оставить грехи. Вот такой столб имана. О нем мы тоже подробно поговорим, вера в предопределении. В 285 аяте были упомянуты вот как раз те, то, что мы назвали, столпы имана, о которых говорится в хадисе. Всевышний Аллах сказал, посланник и верующие, и мусульмане, можно мумин переводить, и верующие, и мусульмане, потом мы об этом поговорим. Посланник Аллаха и верующие уверовали в то, что неиспосленно ему от Господа. Все они уверовали во что? В Аллаха, и у ангелов, и у писания, и у посланников. То есть часть этих столпов, видите, упомянуты также в Коране. Также говорит Ибн Роджи Парханбали, есть и другой, говорит, аят, в котором тоже упоминаются эти столпы имана, и часть из них. Бакара, тоже сура, уже 177 аят, Всевышний Аллах говорит, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в писании, в пророков. То есть, Ибн Роджи Парханбали, как я и сказал, уже он придерживался методологии древних ученых. Например, можно найти книги поздних ученых, мы увидим, что они дают разные определения, то есть стараются как-то объяснить это, но мало используют хадисы и аяты, а также слова наших правильных причастников. А вот древние ученые, они очень часто приводили разные примеры, меньше использовали определения, но много примеров приводили. Также аяты, хадисы, слова сальфов. Вот Ибн Роджи Парханбали, посмотрите, подкрепляет сказанное в хадисе аятами. И если не ошибаюсь, Ибн Каима есть такие слова, что настоящим алимом, настоящим факиром, ученым является тот, кто может хадис отнести к какому-то аяту, то есть найти для хадиса основу в Коране. И вот посмотрите, просто по ходу изучения нами этой книги, посмотрите, Ибн Роджи Парханбали именно этим и занимается. То есть он старается часто очень к хадису, который мы проходим, найти для него основу в Коране. Вот это и должен делать настоящий ученый. И если не ошибаюсь, от кого-то из подвижников тоже похожие слова передаются. Вот так, чтобы хадис алим, настоящий, должен найти для него основу в Коране. И вот Ибн Роджи Парханбали приводит для нас такие основы. Также он говорит, в Коране сказано, вот первые аяты Суры Аль-Бакара, «Аль-Лядина юминуна биргайби ва юкаймуна с салата ва мимма разагна ва мюнфикон ва лядина юминуна бима унзира илейка ва ма унзира мин коблика ва бил ахирати ва мюкайнун». Суры Аль-Бакара, третий и четвертый аят, знаете, не ошибаюсь, которые веруют сокровенно, совершают намаз, веруют сокровенно, совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Вот мусульманин, мумин, который иман есть, он должен верить в эти вещи, и дарь, которые веруют неспособленные тебе и неспособленные до тебя, убеждены в последней жизни. То есть вот эти столпы, они и в Коране тоже были развиты Всевышним Аллахом. То, что в хадисе Прокасалиллаху ассалям, все это было также развитено и в Коране Всевышним Аллахом. Алиману бир-руссули, что же значит вера в посланников? Я из-за мумингу Вот наша вера в посланников, говорит Ибн Рожеб Аль-Ханбар, она подразумевает собой, что мы верим, принимаем все, о чем они нам рассказали. В вера в посланников что значит? Вера в то, что они нам принесли, что рассказали нам. Будь то ангелами, могут это быть слова пророков о ангелах, о других пророках, например, Прокасалиллаху ассалям рассказал нам о тех пророках, которые были до него, будь то писание, будь то воскресенье, день суда, предопределение и другие различные вопросы, которые нам рассказали пророки, то есть Прокасалиллаху ассалям в нашем случае, как, например, описание имена, например, и атрибуты Всевышнего Аллаха, или описание судного дня, как, например, то, что там будут установлены весы, на которых будут взвешены дела, хорошие и плохие, или так, что, или такие описания, или такое описание судного дня, что, например, будет проходить через мост, мост судный день, знаем, который, мост, через который некоторые будут проходить, как молния, так быстро, разные праведные люди которые должным образом соблюдали религию боялись священного некоторые ползком будут проходить мост а некоторые упадут с этого моста что обрежет нас также рай от вот все что рассказали нам рассказал нам посланник аллаха в этом мы должны верить вот здесь ибн рожеб говорит также иман был включен кадр то есть вера в предопределения одним из толпов есть были здесь было обозначено вера в предопределение и вера предопределения она тоже является толпом и манок от мы сказали и необходимой частью работаем это сделайте по этой причине stump объем на имарии он приводил этот ходить против тех людей которые отвергали предопределение на то есть как мы знаем в исламе с различные секты и течения как роксер ласа рассказал что наша умма разделить на 73 течение всей из них в огне кроме одной то на чем был я и мои сподвижники на вот одно из таких течений или часть этих течений 72 которые в огне которые то есть тоже относится к мусульманам но они являются заблудшие мусульман в огне они но это не значит вечно в огне кроме как тех из них которые чрезмерствовали на некоторые совсем уже в новшество погрязли и вышли из лона ислам но в основе свои вот эти люди они тоже мусульмане например которые ошибаются вопросе предопределения но они эти будут наказаны огнем что вас фанталий убережет нас и сделать нас теми таком сказано что спасшаяся одна группа то на чем был пророк салиллаху алейхи вассалям и его сподвижники и как видите во времена сподвижников еще появлялись уже люди которые были приверженцами различных нововведений новшеств сектанты вот например были хариджиты которые вышли против сподвижников как мы знаем историю с али а в данном случае речь идет про кадаритов да людей которые отрицали предопределение отрицали предопределение и вот сын марабину хаттаба он опровергал их разъяснял им ошибочность их взглядов и как раз вот этот хадис он использовал доодом против них да то что жибрид спрашивал когда про иман проксалиллаху алейхи вассалям включил в иман веру в предопределение в хорошее и плохое хорошее и плохое почему люди отрицали предопределение вот хороший на на вопрос ноги задали почему было не поверить в то что принес посланник аллаху алейхи вассалям чему он научил то есть зачем нужно было с чем-то соглашаться что-то отрицать как вы думаете различные секты различные течения они образовались по причине того что люди на тех территориях до куда дошел ислам они имели склонность к определенным вещам то есть склонность к определенным вещам например вот где появились шри ты скажем где появились рафидиты где появились люди которые начали чрезмерно возвеличивать они появились на тех территориях которые раньше были под персами а персидской империи как мы знаем в отличие от римлян в персидской империи люди с давних пор привыкли считать божественным своего правителя до что он является богом на земле и так далее то есть что он является либо богом то есть они обожествляли ли вы не считали что он от бога что это нож такие у них были ранее традиции и их традиции они любили свои традиции любили как и сегодня зачастую мы видим то на чем застали своих дедов своих отцов и вот подобное заставляло людей вступать в какую-то секту или образовывать какое-то новшество то же самое вера в предопределение на те же самые древние древние персидские философы или зороастризм вот кто читал что-то по этой теме на знает как они объясняют там добро и зло на то есть есть силы добра и силы зла и так далее то есть подобное то что они видели в джа или или то на чем они застали своих отцов и дедов вот они хотели все это принести в ислам но придать этому исламскую окраску или же были лицемеры которые хотели оставаться на том на чем они были ранее но в то же время спасти свои от меча когда уже в территории правиль управлялись по исламу они не могли сказать что да мы на самом деле являемся кафирами делайте с нами что хотите да да мы мусульмане но в то же время начинали соблюдать вот то к чему тянули их их страсти кто на чем они были ранее то же самое суфизм то же самое суфизм если мы проанализируем как это говорит чех сафар аль-хавали своей книге очень интересная книга с про исламские течения короткая но очень полезно он там говорить про суфизм где начинался суфизм то есть где появлялась эта секта в тех местах которые очень плотно взаимодействовали с индусами и поэтому мы сегодня когда смотрим чем занимаются суфизм и их робита хальва и подобные другие там их обряды которые делают они они напоминают нам очень индус с их медитациями йога или что-то подобное то есть люди изначально имели к чему-то пристрастия до их страсти подталкивали их на то чтобы они оставались на том к чему привыкли и потом пришел ислам вот эти свои страсти то к чему их подталкивает их навс они просто при украшали в исламской придавали ему исламский облик но все-таки не расставались тем на чем застали своих отцов или всем на что подталкивает их навс и поэтому их называли раньше люди страстей аглюль агва люди страстей в чем их страсти вот примерно как я это вам объяснил вот когда вернемся к нашей теме когда абдулла ибн умар спорил с такими людьми которые отрицали предопределение конечно об этом мы тоже подробнее поговорим почему отрицали предопределение как опровергать вот ибн умар приводил этот хадис и в то же время надо отметить что ибн умар делал это в жесткой форме то не просто как-то считал их разногласия приемлемы вот вы на этом мнении мы на этом мнении нет ибн умар к ним относился очень сурово он говорил что я к вам не причастен то есть отрекался от них боро им делал этим людям и говорил им что ваши благие дела не будут приняты пока вы не веруете предопределение файл кейля факат фаррак аннабийю салиллаху алейхи вассалям фиазал хадиси байнар ислами валь имани ажа али ла амала кулинар ислами ла минал имани вакат анкара салифу альман ахраджи ла амала на лимани инкаран шадидом вот здесь стоит также обсудить один вопрос по акиде хоть мы будем с вами хадисы проходить но будем затрагивать также тему акида для того чтобы подготовить и шала слушателя к следующей книге которую мы будем разбирать и шала это будет книга по акиде туристу на имам ахмада такой вот варнамич при я такая программа после этой книги кто возьмет пользу этих уроков посчитает что хотел бы и дальше тоже проходить вместе какие-то книги вот второй книги по нашей программе будет акида разбор книги имама ахмада усуля сунна сам я проходил эту книгу 10 лет назад у шейха абдуллы шейха абдуллы костейского на чем канале мы помилосала сейчас преподаем это 10 лет назад эту книгу мы проходили у шейха абдуллы и помню даже тогда он нам кто выучит и наизусть подарки дарил по моему это было беда иван я книга многотомового ибнука сира вот эти уроки по акиде если кто хочет дополнительно проходить уроки по акиде тоже можете посмотреть на канале там есть объявление мы их тоже проходим каждый день но по программе это вторая книга и как я сказал мы будем делать небольшие разборы по акиде тоже вот сейчас мы поговорили о том как секты образовались да это очень важная часть изучения науки акейда вероубеждения мусульманина понимать как вообще появились эти секты вот и сейчас мы о чем поговорим вот ибн рожжи паркан бери затурнул здесь тему обратите внимание то что в данном хадисе рокс или лавали его сальдама к исламу отнес дела от иману от иману отнес убеждения то есть он хочет нам сказать что разногласия которые раньше было между алисунна и мурджиитами в вопросе являются ли дела условиям имана то есть иман алисунна считали что это слова дела и убеждения до иман это слова дела и убеждения ислам он не может просто все дачек сердца верить но дела никакие не совершает нет у наших соли фаз у наших правильных предшественников было такое убеждение что ислам это слова дела и убеждения одно без другого не действительно то есть не может человек как сегодня некоторые на кавказе других местах заявляют то что у него сердце чистое говорит как ты говорит что он не мусульманин пускай даже он не верит в будущую жизнь такие тоже бывают им приз их призываешь они говорят а кто оттуда вернулся и потом находятся умники которые говорят это человек мусульманин у него сердце чистое на вот это мурджиитская акида такое было течение мурджииты и вот они считали что ислам это не дела слова и убеждения слова дела убеждения а просто убеждение до сердцем верить может и ничего не делает ну вот эту тему сейчас затрагивает в своем толковании роджи под handle он ведь посмотрите здесь то есть кто-то может сказать но ведь здесь иман вокруг которого споры идут что это такое к нему отнесли убеждения но дела к нему не отнесли вот как на это ответ получается как будто довод в пользу мурджиитов некоторые может показаться что раз здесь иман был описан убеждением то значит иман в него дела не входят он не так-то сталкивался раньше с этой темой он наверное понял о чем идет речь вот но и на роджи по хамбель он говорит здесь приходят два эти слова вместе то есть иман и ислам когда они приходят в контексте одном то есть вместе стоят тогда они имеют разный смысл но когда эти слова приходят по раздельности тогда иман это ислам а ислама это иман ислам и иман имеют один и тот же смысл если приходят не в одном контексте не вместе как в данном случае данных что и иман и ислам да здесь объяснили по-разному но про иман когда мы говорим про то о чем говорили салев и иман это слова дела и убеждения мы имеем ввиду ислам это слова дела и убеждения и то же самое как я вам уже сказал на сегодняшнем уроке когда приходит в куране слова мумин мы можем переводить его мусорен а мусорен можно приводить момент на то есть момент не обязательно перед верующей а можно сказать что это мусульманин то есть у них есть такое правило в арабском языке что бывают некоторые слова которые когда вместе приходят у них есть разный смысл а когда не приходит по отдельности они имеют одинаковый смысл то есть являются синонимами как наш мир факир и мискин наут факир и мискин их можно переводить оба из них можно переводить как бедняк но когда они приходят в одном контексте как например варяте о тех кому полагается закат тогда да там есть разница что такое факир а что такое мискин а так если в разном то есть по отдельности эти слова приходят то их можно переводить факира как мискин а мискин как факир разницы между ними нет то же самое ислам и иман но есть говорить ибнурожи по хандри и аяты и хадисы где все-таки к иману относятся дела да вот нашим хадисе который мы разбираем да здесь говорится про иман как про убеждения то есть то что в сердце но есть также и другие хадисы и мы в отличие от разных сектантов не должны вырывать хадисы в соответствии со своими страстями вот так из контекста просто чтобы усилить подкрепить свою татин новшества и заблуждения мы должны смотреть на хадисы сопоставляя их вместе то есть мы должны посмотреть на вот эти хадисы и аяты комплексно не так в один хадис мы взяли от на остальные глаза закрыли вот посмотрите где ты дорожек есть хадисы также где иман то есть вера в аллах или ислам как мы сказали можно и монтировать как и вера как и ислам тоже вот здесь сказано что например достоверный хадис есть которые передали бухари муслим а муру комби арбай аль иману бильда и вольт а другом аль иману бильда и шагаду аль лавы кому стрять его это у закате вас посмотрите здесь про иман говорится да и те люди которые говорят что иман это только в сердце ислам только в сердце конечно им здесь есть опровержение вот здесь пророк саллиллах говорит иман то есть вера в аллах это что знаете лишь такое вера в аллах и отвечает это шагада аля илла также говорит выстаивание намаза выплата заката после месяца рамадан и чтобы вы выплачивали пятую часть из военных трофеев посмотрите здесь киман ну были отнесены также дела то есть ислам иман это не только то что в сердце а также и дела вот это очень важная тема я думаю многие ее не понимают часто слышали часто слышали что саллифы в отличие от мурджейтов в отличие от сектантов разных считали что иман это слова дела и убеждения да ну вот что это значит многие не знают мы сейчас с вами тема обсудили но до сих пор я уверен что многие до конца не понимают что же представляет это разногласия с муржейтами вот в этом вопросе хотел бы вам очень такую важную пользу рассказать с этим правилом связанную для тех кто старается мы все должны стараться изучить нашу ахиду лучшим образом вот это правило или это польза которую сейчас расскажу она поможет дальнейшем очень сильно поэтому если кто-то конспектирует вот на этом внимание заострите когда мы говорим ислам или иман это слова дела и убеждения да то есть ислам это не только то что в сердце а также это должно и на наших делах проявляться да вот необходимо понять противоположное что из этого вытекает да или в чем наши разногласия с сектантами на практике да это же не только теоретическое какое-то разногласие но что-то на этом строить вот на этом строится очень важный момент противоположное иману куфор то есть у аглю сунна как ислам представляет собой слова дела и убеждения и одно без другого не действительно то есть такие необходимые условия точно так же и противоположное исламу то есть куфор он может быть тремя вещами словами делами и убеждениями то есть как иман слова дела и убеждения так и противоположное иману тоже у аглю сунна могут быть слова дела и убеждения например когда человек никакой куфор не делает да но считает законы таута лучше чем законы аллах спорта вот этот куфор это куфор словами делами или убеждениями он никаких слов не сказал он никаких дел не сделал но в сердце он считает что законы того то эти проклятые выдуманные кафирами законы они лучше он считает чем законы шариата он никому об этом не сказал он ничто для этого не сделал то есть он является правителем который обязал заставил людей жить по этим законам он просто так считает он считает что законы шариата это средневековье они подходят считает что законы того то лучше вот он стал кафиром почему по своему убеждению то есть одно убеждение без слов и без дел вывела его из ислама или например если человек считает что христиане вот сегодня которые живут христиане поставок это религия была отменена что они тоже зайдут в рай вот тоже этот человек ничего не сделал никому ни слова не сказал но из-за этого убеждения он становится неверующим вот это пример тому как убеждение человека может вывести из ислама то же самое слова на могут вывести человека из ислама слова сказанные например он на словах говорит как-то ругает религию до например ругает пророка мухаммада салиллаху али и вассалям или издевается над шариатом так далее то есть вот эти слова выводят его из ислама точно так же могут быть дела которые выводят человек из ислама да и к таким делам относится правление по талутским законам то есть человек правит по этим законам или человек воюет на стороне кафиров против мусульман вот это действие которое выводит из ислама это действие которое выводит из ислама вот это окрида а конце самого земное что бывают слова которые могут вывести из ислама бывают дела которые могут вывести slam и бывают убеждения амурит иY или что говорят можете ты говорят недостаточно одних дел сами по себе тела они могут вывести из ислама почему потому что они дело не вводят в иман дела не считают обязательным условием ислама поэтому и противоположные то есть куфр у них делами не бывает посмотрите какой-то тонкий момент и насколько он помогает понять вопрос иман это слова дела и убеждения то есть иман слова дела и убеждения когда мы говорим мы подразумеваем что и противоположное иману куфр тоже бывает этими тремя а у мурджитов нет у них необходимо чтобы дела вместе с делами были соответствующие убеждения в сердце и поэтому мы сегодня когда слышим современных мурджитов зачастую мы от них видим что когда мы говорим с ними про какое-то дело на про какое-то дело которое само по себе является неверием они что говорят надо узнать какие у него были намерения то есть видите например когда человек с америки раньше такие факты были едет воевать в афганистан против своих братьев мусульман да он мусульманин он идет в американскую армию воевать против мусульман афганистан мурджиты как говорят им недостаточно само действие они еще спрашивают надо узнать какие у него были при этом намерения то есть посмотрите вот когда человек не вводит дела в иман точно также и куфр у него одними делами и не получается необходимо чтобы было что-то в сердце да потому что у них ислам это только то что в сердце и также противоположное исламу куфр естественно у них тоже получается через именно убеждение через сердце обратите внимание на этот момент то что многие сегодня обманывают людей распространяя вот этот мурджи изм вкус алах с фанталий бережет нас от подобного наверное на этом мы сегодня остановимся прошу аллах с фанталий чтобы и в дальнейшем помогал нам всевышний аллах собираться для изучения его религии прошу аллах с фанталий чтобы он прибавил нам полезных знаний уберег от бесполезных и что взял нас теми о ком посланник аллах ассаллиллаху али и вассалям аскал даса верно в хадисе на юриде лави и хайран и факиву фиддин кому аллах желает блага там он дает понимание религии акули поле газу астахфираллах али валаком и закуму лаву хэран